Продолжение следует... Для малевого всегда мы отмечаем линии цементно-малевого соединения. Мы говорим о классической рецессии десны. Мы его просто фиксируем, что оно есть. Дальше мы находим десневой край. И мы измеряем расстояние от цементно-малевого границы до десневого края. И получаем такой показатель, как глубина рецессии. Это первый параметр, который мы обязаны отметить у себя. Второй параметр — это потеря клинического прикрепления. После измерения глубины рецессии мы берем парадонтологический зонд, вводим очень аккуратно в десневую борозду до сопротивления. И отмечаем вот эту глубину. Сколько? Миллиметра два. Этот показатель мы прибавляем к показателю глубины рецессии и получаем показатель потери клинического прикрепления. Тоже фиксируем пять миллиметров. Глубина рецессии — два миллиметра, потеря клинического прикрепления — пять миллиметров. Потом мы уже выполняем акуративное вмешательство. И очень важно, когда вы уже сформировали лоскут, вы видите поверхность корня, вы зондом отмечаете пять миллиметров от слизистодесневого соединения. И только лишь в этих пяти миллиметрах вы имеете право работать. Что это значит? Это значит, что только эти пять миллиметров обнаженной поверхности вы имеете право обрабатывать А или кюретами, или скейлером, или проводить химическую модификацию корня. Если даже вы увидели, что еще три-четыре миллиметра имеют обнаженной поверхности корня, это считается анатомической дегесценцией поверхности корня. Вы ни в коем случае не должны, это запрещено, касаться этой части корня ничем. Ни скейлером, ни кором, ни кюретами, ни правгелем, ни тетрациклином, ни лимонной кислотой, ничем. Это категорически запрещено. А еще раз можете? Да. Смотрите. Вначале мы определили глубину лицессии. Это понятно? Да. Дальше вы зонтом, зонтом, зонтом вводите в десневую борозду. До операции еще, на этапе диагностики. Получилось еще 2 миллиметра. Вы плюсуете 1-2 миллиметра, как глубине лицессии. 5 миллиметров. Дальше вы откинули рост. Вы зонтом отмечаете 5 миллиметров от цементной малевой границы. Понятно, да? Вот вы отметили, например, вот у этого участка. А дальше вы можете увидеть еще корень монголы, обнаженный. Там нельзя. Потому что это естественная, открытая поверхность корня. Она не загрязнена ничем. Она была спятана под десной. То есть мы предполагаем, что там имеется живой цемент, там имеется перцентальная волокна, там все хорошо. То есть мы ни в коем случае не должны его трогать. Первая ошибка или первое, что может повлиять на результат операции, если, например, что-то не переживается, отторгается и декортизируется, это работа вот в этой запретной зоне. Дальше. Хирургические методы устранения рецессии Десны. В целом, очень, так скажем, систематизируя, мы получаем два раздела. Это лоскутные операции и методы трансплантации. К лоскутным относятся латерально смещенный лоскут и коронально смещенный лоскут. Латеральный мы сегодня не рассматриваем здесь. У меня коронально смещенный лоскут. Он бывает следующих разновидностей. Мы его выделяем по части. Есть разрезы или нет разрезов? Первое. С послабляющими вертикальными разрезами, которые переходят слизистой десневой линию. К этому варианту относятся трапециевидный разрез и треугольный. То есть трапециевидный лоскут и треугольный лоскут. То есть при этих вариантах вертикальные разрезы переходят слизистой десневой линии. Вторая разновидность. Это косы. Это при проведении косых вертикальных разрезов, но в области сосочков. Это конвертный лоскут, по-другому вариант зукельи. Лоскут зукельи. И третья разновидность. Это без вертикальных разрезов, без разрезов сосочков. Это уже тоннельный лоскут. То есть тоннельный лоскут – это корональное смещение, но без вертикальных разрезов. К методам трансплантации относятся пересадка свободных десневых трансплантатов, относятся двухслойные методики и двухэтапные методики. Вот сегодня здесь, вот сейчас, мы будем говорить о использовании свободного десневого трансплантата. Потому что в перерыве ко мне многие подходили, спрашивали, а как вы начинали? С чего вы начинали? Я говорю, начало любого продонтолога это использование свободного десневого трансплантата. Как бы кто бы ни говорил, методика – это старая, у него есть недостатки, у него есть преимущества. Но это методика, которая позволяет вам научиться правильно забирать трансплантат, научиться понимать заживление мягких тканей и анализировать свои осложнения. На сегодня практически редко, когда кто-то применяет однослойные методики, то есть просто смещая лоскут. Чаще всего мы используем двухслойный – лоскут плюс трансплантат. То есть основа основ – это трансплантат. Как научиться его брать, обрабатывать? Одним из вариантов трансплантации является забор свободного десневого трансплантата и его деэпитализация вне полости рта. Результат – после ортодонтистского лечения. Имеется вестибулярное выдвижение зуба, имеется рецессия десны с опекальной границей в виде подвижной слизистой оболочки. Конечно, можно такую рецессию устранить на сегодня тоннельным методом. Но это было 4-5 лет назад, когда нужно было учиться, нужно было понимать. Поэтому мы провели пересадку свободного десневого трансплантата для формирования в зонах прикрепленных тканей. Свободный десневой трансплантат – это участок мягких тканей, который включает в себя эпителиальный, то есть кератинизированный, и соединенные тканые слои. Получаем мы свободный десневой трансплантат из твердого нёга, из проекции 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-х зубов, из области адензии и из области буград верхней челюсти. Наиболее опасной зоной для заболосвободного десневого трансплантата является область премоляров, так как слой коллагеновых волокон минимальный, а слой подслизистой ткани и жировой ткани выраженный. Поэтому мы получаем ткань меньшего объёма, но с большими рисками появления кровотечения в раннем послеоперационном периоде. Наиболее безопасная зона – это 6-й, 7-й зубов. Подслизистой основы нет, только лишь соединительная тканная основа. Можно брать в области 8-го зуба. Я очень часто в имплантологии, продуктологии беру от 8-го зуба до 2-го зуба. Показания к использованию свободного десневого трансплантата. Это узкие и неглубокие рецессии. Это рецессии 3-го, 4-го класса. Это рецессии десны с язычной поверхности. И это рецессии десны, вызванные патологическим прикрепением уздечек. Все это свойственно только нижней челюсти. Свободный десневой трансплантат на верхней челюсти практически никогда не применяется по эстетическим показаниям. меди. Деснец десн десä рецессии дес 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 рецессии Продолжение следует...